Израэль и Кузьмин на связи, всем привет. О самом выгодном, при этом, самом продуманном игровом компьютере сегодня речь пойдет. Разумеется, будем микшировать новое ИБУ. Продуманный, потому что, ребятки, там где экономить нельзя, мы экономить не будем на том, а где можно, соответственно. Пам-пам-пам, тук-тук-тук. Значит, будете хаять, будете не хаять, но самое выгодное уже с давних-давних пор это зеоновская связка на Алиэкспрессе. Значит, на чем мы экономить не будем. Первая и вторая версия 2011 сокета, процены сокета не поддерживают, что правильно, аллог турбобуста. Соответственно, при нагрузке на все ядра, на все потоки, у вас не будет максимальной мощности, максимальной заявленной мощности у текущего, ну что вы там будете, не будете покупать процессора. Так что, пролетает у нас первая и вторая серия, начинается у нас самая лучшая, самая оптимальная по соотношению производительность, цена. Новшество плюшки это LGA 2011 версия 3. Что такое игры, 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 что требует? А, 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 частоту. Чем больше частота, тем лучше. По этому принципу у нас есть 2640 версии 3 и дальше уже 2670 версии 3, но у него на смешные 100 МГц частота ниже, то есть, соответственно, 3,4 и 3,3 ГГц. Тем более, он дороже, он больше греется, там больше потоков ядер, но потоки ядра, они уже для чего? Для прога, потому что игры в основном многопотоковость не умеют. Самое оптимальное, все-таки, мы самый выгодный собираем комп 2640 версия 3. При том, и в программке с магием, и в игры. И, соответственно, мы собираем на двух канал память. Комплект 16 ГГц, больше 16, поверьте мне, вам не потребуется. До сих пор вот 16, это мейнстрим. Плату, ну, самое дешманское мы не берем. Вот Кида, Кида, Китай, Китай. Они, тем более, сейчас красивые. Вот комплектик типа такого, сейчас я покажу на экране, выведу. Я даже так вот гипотетически представляю, как он уже выглядит. Даже ничего не открываю. Ну, и, соответственно, цену на него, на текущую дату мы видим в рублях. Да, извините, пожалуйста, меня, товарищи украинцы, я вас уважаю, у меня стыдно за наших долбоёб, долбоёб. Вот, недоговорил, которые лезут, лезут, и вы сами там погибают, и ваших бьют. Потерпите, потерпите. Всё на свои места скоро встанет. Но не будете вы рады, конечно, тому, как встанет. Плохое быстро забывается. Вот так немножко вам уже дал почву для размышлений. Значит, дальше. Вот, на чём мы не стали экономить? На первой и второй серии. Всё, мы это не берём. Берём третью. Делаем даунвольтинг процессора, делаем анлок турбобустер. То есть, соответственно, чтобы все ядра, все потоки могли фурычить на максимальной мощности. Это всё в интернете есть, без проблем вы найдёте, как это делать. Элементарно. Значит, дальше. На чём экономить можно конкретно? Это в данный период времени на видеокартах. Не надо ни в коем разе никакие новые брать, никакие 3050 RTX. Ой-ой-ой. Они будут стоить, можно сказать, новые, как весь компьютер, который я вам предлагаю. Берём. Оптимально. GTX, ну, приятно, дело, что игровые. 1050 Ti почему? Нет. Можно экономить, но 1050 Ti – это уж слишком слабая видеокарта. Слишком слабая. А вот стоит она точно так же, как 1060 на 3 гига. Понимаете? Ну, просто потому, что у неё питания нет дополнительного. И все из-за этого её любят. Но это уж больно слабая. Она не будет вывозить. А вот 1060 на 3 гига или 1060 на 6 гигов – это то, что нам надо. Спросите, а почему я не советую RX 580? И же с ними. Короче, все красные карты дешёвые. Потому что, хлопцы, они 100% в 90% случаев, ладно, 99% они были в майнинге. Майнинг – это очень горячие карты. Отвал чипа. Отвал памяти. Без проблем. Вот это как нефиг делать. Потому что они, в принципе, ненадёжные. Красные – ненадёжные карты. Ненадёжные AMD. Всё, забыли про это. А GTX 1060, тысячная серия, вот эта вот моя любимая десятая тысячная, она вас спасёт. Если у вас чуть больше денег, пожалуйста, спокойно, этот процессор раскроет потенциал и 1070, и 1080, и 1080 Ti соответственно. Но мы делаем экономный компьютер, поэтому 1060 на 3 гига. Сколько она стоит? Покупаем только на Авито, понятное дело, что на Алиэкспрессе дорого, на Азоне дорого, кимулятор, всякие рехабы. На Авито, рехабы, ваши техники, на Авито всё чётко. На Авито всё чётко. Единственное, что я вас попрошу, как проверять? Просите, если вы удалённо покупаете, чтобы продавец сфоткал тест с серийником. Серийник, виден, понятное дело, скорее всего, в GPU-Z, в формарке, вот это, так сказать, мод в формарке, отдельная программа в программе формарк. Или же прямо в тупую попросите его снять серийник на видеокамеру, чтобы он там попал. И тут же делайте переход на тест. Ну, он делает, тот, кто вам продаётся. Тогда, в общем-то, велики шансы, что вас не обманут. А вот с красными, даже если не обманут, возможно, очень-очень возможно, что у вас она отвалится в ближайшее время. Короче, RX 580, вот эти вот все распиаренные, они давно сдохли. На этом мы экономить не будем. Значит, на чём ещё это удивительно, но можно сэкономить? На блоке питания, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему без 80-го сертификата гигабайт за 6 косарей? Да потому что, в принципе, есть надёжные блоки за копейки. В общем, примеры сейчас я вам покажу. 1060 вы будете меня хаять, но она спокойно тянет и на 400-ваттном блоке питания. Но мы будем с вами уж ладно. Если вам страшно, 450 прикупим. Это будет стоить вместе с доставкой, ну, где-то в районе 1600 рублей. Значит, дальше. На чём мы можем сэкономить? Да, есть в этой материнке новой, ну, как говорят, что с бушным вроде как чипом. Фиг знает, фиг знает. Далеко не всегда там бушные. Чипцы, чипцы. НВМЕ там слот есть, да, это прекрасно, М2. Но, ну, были у меня компы. Вот сейчас вот стоит комп с НВМЕ. Там скорости, которые нафиг просто не нужны. Давайте сэкономим. Купим SSD. Купим нормальный, хороший SSD по отзывам и так далее. Вот примерно я вам накидываю. Вот это можно купить, представьте, новый на Авито дешевле, чем он стоит в том же DNS или даже на Алиэкспрессе. В общем, поизучайте вопрос. Главное именно SSD-шник. Ну, а по памяти сколько нужно? Я считаю, что не только систему. Систему можно просто зарезервировать там на определённое количество данных у этого SSD-шника. Я считаю, что нужно избавиться от этих жёстких дисков, твердотелых накопителей HHD или HDD. Мы уже забываем эти слова, аббревиатуры. То есть SSD и всё. Точка и точка. На 520 сразу же берите и ГОФ минимум. Как бы хватит и на будущее. Ну и всё. Остальное. Корпус. Вы боитесь, что будет сильно непродуваемый? Это всё фигня. Берите небольшой корпус. Самая топовая фирма. Цена-качество это Гинзу. Он будет маленький, лёгонький и чёткий. Есть в белом цвете, есть в чёрном, примерно так. Я на экран вывожу, что там будет. Так, скоро уже 10 минут. И, соответственно, всё. Основное всё мы собрали. На другом там вот кулерок, не кулерок. На этом, как бы, какой найдёте, такой и найдёте. В принципе. Ну, понятно, что там сколько ТДП? 90 или 95 ватт. И, соответственно, ну и кулерок должен быть с рассеиваемостью где-то под сотку, не больше, я думаю. ТДПшка под сотку пускай тянется этим кульком. И всё. А общую стоимость, ну, с дополнением компонентов, которые я не назвал, просто покажу. Вы видите сейчас на экране. И что вы мне скажете? Что это фуфло не будет ничего тянуть? Это фуфло будет тянуть на средних настройках в 2К PUBG. На секундочку. Ну, понятно, что не на высоких, а на средних. Вам нафиг 2К монитор, если вы бюджетную сборку собираете. Извиняюсь. 1080, Full HD, всё, 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 и не больше. Ну, чё? Ну, что, хлопцы? С вас комментарии? Понравилось ли вам это? Зашло это вообще, сборка это? Или вам кажется, что... Ну, что-то лишнее, что-то как-то слишком, что-то как-то... Давайте RX 580. Да у меня была RX 580 миллиард лет, она вообще не сгорела, ничего с ней не случилось. У меня всю дорогу только красные карты стоят, и чип там не отваливается. Ребята, одна из самых популярных майнинговских карт, это RX 580 за счёт 8 книгов, за счёт цены низкой, и то, что памяти там много именно, и она гонится и жарится. Израиле Кузьмин на связи был. Ещё раз, комментарии обязательно, лайки обязательно, подписка на канал обязательно, а иначе как? Иначе я не выживу, у меня не будет никакой мотивации снимать для вас забубенные ролики про свидание, про компьютерное. В общем, для девочек ролики и для мальчиков. Давайте, наяривайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!